Всем привет! Играем против Голландца, да? Кстати, по гербу, то есть по флагу, да. С4. О, Бенони, да? Да, он самый. Защита Бенони у нас. И я в 2, ой. У тебя будет А6 ход. Нет. К2. Ну, конь идет на свою стандартную стоянку на С4. Слон на Ф3. Вот. Теперь А6. Так просто не дадим. Так. Конь на Е5 направился. Не пускаем. Теперь слон на Ф3 вообще будет хорошо стоять. Надо еще, видимо, опять пойти зафиксировать. Хотя не знаю, какой зафиксировать. Все равно Б6 пойдет, да? Напал на Д6. Главное избавиться от пешки Д6. Так. Ищущает. А если Е5, он бьет Д6. Или нет? Рано. Рано. Надо еще ведь ладью на линию Е так сперва поставить. Убьем. Стоп. А теперь Е5. Он бьет сюда. Бьем на Д6. Давайте попробуем. Попробуем такой замутить. А, вот сюда бьет, да? У него лишняя пешка, но эта пешка значения иметь не будет. Потому что у нас двойн тут слабая. И на С4 должно легко отъедаться. Так. Что нам дальше делать? Ф5 нету, да? Вот это плохо. Так. Что нам делать? Ферзь Э2 это под слон Ф5. Значит, Ж4. Такой веселый ход. От короля. Да, рискованно, конечно. Хочется потом Аш-3 сыграть. И потом Ферзь Э2. Что-то такое. Так. Все, держим. Держим. Слон Д7. И там куда его хочет поставить? Просто, наверное, вывел, да? Просто вывел. Аж-5. Бьет на Ш3. Бью на Ф6. Бьет на Ф1. Я дальше на Ж7 ведь пробиваю. Найджел Шорт тут. Угу. Ну что, надо прикрыть это дело, да? Какой-то конь-нибудь теперь печальный. Теперь он этого поставил сюда, да? Ферзь А4. На С4 заехал. Может, коня на Б5 поставим? Сейчас посмотрим, как он среагирует на это дело. Да, вполне предсказуемо. Кладя Д1. На С4 он пока укрепил. Так, куда коня ведет, не знаю. Не знаю, так. Давайте попробуем. Напал. Просто так взял, напал. Сейчас Ферзь Б6 обратно просто уйду. Просто на время поиграть. Пусть задумается, да. Ой. И отошел. Хожу туда-сюда. Ну, а почему бы и нет. Может, вообще какой-то Ферзь С6 теперь есть. С идеей, пешку С прокинуть Ферзи, если он меняется. А, ну это я отдам за две ладьи. И... Сюда продолжаю связывать коня. Но это мы защитим. По-моему, две ладьи-то тут посильнее. Так, он развязался. Типа. А ладья Е7. Защищает. Предлагаю размен. Так. На Д6 висит. А, у меня на Д5 висит, кстати. Ой. Вот, блин, об этом не подумал. Что-то он долго думает. Нет. Не видит. Взял. Ну, шаг отошел. Взял. Отошел. Так. Закрылся. Ферзя отдаёт. Взял. Взял. Ну, что-то он вообще в цвет ноте рассыпался. Нет, не хочу. Что-то Строн, соперник, две 143, а в конце просто всё отдал. Да, конечно, ошибок тут полно в партии. Начинаем смотреть. Вот оно, Бенони. Конь Д2. Защитил на Е4. На А6 всегда А4 ходим. Ф4, вот. Не помню, в какой-то книжке говорили, что это не очень хороший ход. Ну, да ладно. Вадя Б8. Конь на С4. Встал. Напал на Д6. Он защитил. Вот тут Е5 было. Интересная идея. Е5. Нет, просто Е5. Он бьёт Д6. Отходит на Д8. Бью. Бьёт конём. Потом слон Ф4. Да, это было интересно. Что-то не поднялась рука. Сыграл плотно. И теперь пошёл в Е5. Наверное, уже поздно. Ж4. Х3. Слон Ф5. Слон Д3. Так, так. Конь Б5. ФСБ6 обратно. Да. Вот это, наверное, не точность. Потому что, смотрите, моя ладья по 8-й линии. Очень сильная фигура. Коня связывает. ФСБ7. Ладья Е8. Да, с 8-й нельзя уходить. То есть, можно, но не надо. Вот. Ладья Е1. Он развязался. Как надо было? Вот тут, наверное, более чётко сыграть. Чувствую, что вот тут я как-то не так сыграл. Я сыграл ладья Е7. И у меня... На Д5 повисло. Надо было брать... Ладьёй. Не знаю, какой. Вот, если он взял на Д5. Так плохо, что ли? Почему так много стрелочек? Блин. Ферзь Д5. Ферзь бьёт Д5. Почему он не взял? Может, не видел, да? Просто не видел. Потому что Ферзь Д5 я ничего не вижу. Такого страшного за себя. Х4 я забрал. Он дал шах. Вместо того, чтобы лопать пешки, надо шах давать, конечно. Они тут все любители шахровать. Тут он мне отдал ферзиадов. Отдал коня. Я вот что-то не взял сразу. Ну да. Как-то странно. 243. И так надо отдавать в конце. Посмотрите, сколько у меня лишнего материала. Ладно, на этом всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok